СОКОЛ 6 июля СОКОЛ встретится в Красноярске с командой Енисей. А первый домашний матч проведет на локомотиве 12 июля с командой Крылья Советов из Самары. Турнир среди любителей. Районные команды по мини-футболу встретились в товарищеских матчах в Саратове. Региональные соревнования прошли на стадионе «Салют». Приурочили турнир к празднованию Дня молодежи. Кто победил, расскажет Станислав Жижин. Всем удачи! Удачи в игре! На путьственные слова организаторов, парад участников и выступления творческих коллективов. Сразу после свистка началась игра. Среди участников – футболисты из Саратова, Александрова Гая, Красного Кута. 8 команд. Многие уже не первый год на поле. Здесь соединение всех молодежи, объединение, общение. Не первый год собираемся уже. Каждый раз принимаем участие на таких соревнованиях. Вот сегодня день молодежи. Всех объединили поиграть в футбол. Можно познакомиться больше, друг друга знать, выезжать, приглашать друг друга в гости на проведение турнира. Такую возможность ребятам снова предоставили организаторы турнира. Молодежный центр «Достар». Его учредитель Ербулат Утешев, руководитель крупной строительной компании. Говорит, сам всю жизнь увлекается спортом. И в этот раз решил не упускать возможности побегать с мячом. После нескольких минут его сменили. Дело, говорит, не в травме и не в способностях. Просто дал дорогу молодому поколению, ради которого и организован турнир. Наше время уйдет, а они поднимутся, они будут здоровы, они будут грамотные, здоровые, образованные и будут любить спорт. Я считаю, что вклад в развитие, здоровое развитие молодого поколения, это всегда в будущем принесет, все равно свои плоды, хорошие плоды принесет. И я думаю, нужно вкладывать, нужно развивать молодых. А это юное поколение, это будущее, будущее России. Здесь нет проигравших все участники, победители, говорят организаторы. А победителей всегда ждет достойная награда. Станислав Жижин, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов. Ну а на этом все о спортивных событиях. Богдан. Спасибо, Александр.